Сейчас мы с вами будем делать книгу, объект книгу. Так, изначально удаляем опять все, что есть в рабочем пространстве, мы изначально будем его формировать в таком вот режиме, не переходя в Edit Mode, в Edit Mode мы будем добавлять только детали для книги. Что нам сейчас нужно сделать? Нужно его приподнять чуть повыше, чтобы его низ был на начале оси координат. Через Ctrl зажатый, сейчас мы его чуть сплюснем по оси X, нажмем S, точка, 7, X и Enter. Так, вот у нас появилась передняя часть книги. Сейчас мы будем по оси Z его тоже сплющим, чтобы он был тут очень узким, как выглядит книга, чтобы был похож на книгу. Scale, Y и давайте точка, 1, вот так у нас будет выглядеть книга. Смотрите, когда вы нажимаете S и задаете на цифрами какой-то размер, дробное или целое число, совершенно не важно, в какой последовательности вы это сделаете. Нажмете вначале S, X и 0,1, точнее точка 1, это 0,1, или вы нажмете вначале S, точка 1, ну 0,1, а потом X. То есть последовательность цифровая и буквенная, ну, после S. S это говорит о том, что вы будете эскалировать, уменьшать либо увеличивать. Важность не имеет значения, ну последовательность не имеет значения в данном случае. Так, мы сделали. Оно становится более похоже на книгу, но все-таки есть некоторые нюансы, которые нам необходимо добавить детали, точнее некоторые. Давайте сделаем Ctrl-A, Location, Rotation Scale и Set Region, все-таки так будет лучше. Т. Переходим в режим редактирования Tab. Мы сейчас с вами сформируем вкладыш, как в книгах есть, то есть тут страницы, а вкладыш, обложка будет, они чуть-чуть больше, чем страницы зачастую. Ну, если это твердый переплет. Что мы делаем? Жмем Ctrl-R, нажимаем еще раз плюс, появилось два лупа, жмем Enter и правую клавишу мыши. Так, лупы у нас расположены слишком близко, мы их будем раздвигать сейчас. Берем инструмент Transformation, то есть Scale, который отвечает за размер точнее. И вот здесь двигаем его по оси Y. Так, меня вот так вот устраивает. Теперь, что нам нужно сделать? нам необходимо сделать здесь как корешок нечто такое. Ctrl-R, Enter. И сейчас мы двигаем где-то вот, наверное, вот так. Да, сейчас будет вот такой вот корешок. Теперь, Ctrl-Tab, выбираем Face, ну, Select Mode, то есть режим выбора объекта, выбираем Face, выбираем этот Face, этот и этот. Вот. Жмем I и S. Также мы можем, ну, пока мы не будем ничего задействовать, просто жмем S и смотрите, что у нас получилось. Мы уменьшили нашу книгу, ну, наши страницы уменьшили. Теперь у нас слишком большая обложка, нам нужно ее доформировать. Что мы будем делать? Мы чуть-чуть по X увеличим, но это слишком, наверное. Поэтому мы... Смотрите, здесь у нас получилась такая, как крыша. То есть давайте в такой режим перейду. Z. Вот. Получился такой вот скос, как у крыши, да? Мы двигаем сюда, чтобы тут было ровно. Ну, и как раз нас здесь устраивает абсолютно, как страницы... Как страницы... Как страницы... Какой отступ от обложки к страницам. И теперь нам нужно сделать то же самое здесь. Примерно такой же отступ. Берем по оси Z, увеличим. Ну, я думаю, будет предостаточно вот такого вот. Z. Tab. Смотрим, как это выглядит. Более стало похоже на книгу, но все равно чего-то не хватает. Не хватает. У книг все-таки здесь обложка чуть-чуть искажена. Искажена в каком смысле. Она немного прогнута вот здесь. Для этого нам нужно сделать еще один луп. Нажимаем Tab. Ctrl-R. И ставим еще один луп. Теперь. Выделяем Ctrl-Tab. Выбираем Edge Mode. Выбираем вот эти вот. Я думаю, что нам все-таки нужно будет и вот эти выбрать. Да. Так. Семерка. Посмотрим, как это сверху выглядит. Видите, у нас тут получилось, что... Давайте сделаем вот так. Раз. Оно по оси Y тоже вот чуть-чуть вогнулось внутрь. Нам этого не нужно. Мы сделаем вот так. Чуть-чуть. Да. Так. Теперь опять возвращаемся к этому. Выделяем. Мы можем нажать Z, чтобы видеть все ребра. Выбираем. Нам нужны вот эти вот ребра. И то же самое внизу. И теперь чуть-чуть искажаем наш вот так. есть. И теперь выделим только центральную часть. Z. Z. И ее тоже еще раз вытянем, чтобы у нас была более круглая поверхность. здесь. Вот что мы еще раз сделаем. Вот так. Где-то вот так, да. Теперь Tab. Смотрим, как выглядит наша книга. Она уже выглядит очень хорошо. Но здесь, видите, есть некие вот такие вот наши фейсы. Они сформируют такую поверхность, которую нужно сейчас сгладить, чтобы она не была вот такой вот угловатой. Мы нажимаем T. И здесь жмем, выбрав объект, жмем Smooth. Книга у нас смягчилась, но все равно вот она смягчилась во всех местах. Где нам нужны углы, она тоже смягчилась. Ну, то есть стала более такой сглаженной. Вот. Подходящее слово. Переходим в Add Modifier и здесь выбираем Edge Split. То есть теперь у нас здесь сглажено получилось, а там, где нужны углы, у нас выглядит такое. Ну, там, где нужны углы, там у нас углы нормально выглядят. Так, мы можем еще что сделать. Мы можем здесь все-таки не всегда листы, если здесь изогнуты, то листы чуть-чуть здесь тоже вот так вот, чуть-чуть вогнуты. Tab. Ну, вот как-то так. Окей. С этим мы закончили. Сейчас нам нужно сделать развертку. Как мы ее будем делать? Объект все-таки не просто квадрат. Нам нужно сделать ее довольно-таки хорошую, чтобы потом не возникало проблем при прорисовке этой текстуры на данный объект. Так. Для начала мы делаем разрезы вот здесь. Раз, два. Раз, два. И то же самое проделываем внизу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Контрол и. Марк сим. Теперь идем к корешку книги. Во-первых, нам нужно сделать симы вот здесь еще. З. То есть у нас часть, где листы, она будет другого цвета и другая текстура там будет. Поэтому мы выбираем ее. И ставим Ctrl-E. Марк сим. Так, ну давайте, чтобы не бегать больше. Здесь нам нужно разрезать, ну начнем снизу. Здесь нам нужно разрезать следующим образом. Выбираем внутреннюю часть. Выбираем эту часть и выбираем вот эту часть. То же самое делаем здесь. Раз, два, три. Ctrl-E. Марк сим. То же самое делаем сверху. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Ctrl-E. Марк сим. З. Все, в принципе, мы расставили. Ну, сейчас мы будем, если что, будем редактировать по ходу. Ну, мы расставили наши симы, наши разрезы там, где надо. Нажимаем A, выделяем полностью объект и жмем U. Wrap. Так, теперь нам нужно перейти в режим редактирования текстуры. Так, у нас где-то получилось, получился какой-то скос. Надо посмотреть, как это получилось и за счет чего. Давайте еще раз попробуем. Давайте проверим. Может где-то мы неправильно сделали Z. вот здесь все правильно. Внизу. Внизу. Внизу вроде как бы тоже все правильно. знаете, что я предлагаю? Давайте сделаем следующее. Давайте вот здесь вот эти симы почистим. Потому что можно, конечно, там прибегнуть. давайте вот их. Ctrl и Clear 7. И вот, зато вот эти, это получается у нас вот так. на вот эти мы Ctrl и Mark 7 поставим. То же самое сделаем внизу. Z. Ctrl и Mark 7. Ctrl и Mark 7. A. U. Unwrap. вот теперь лучше получилось можно конечно было это все исправить но там просто приходилось бы это все вручную делать я думаю что такой вариант нам обо нам всем подойдет теперь вот книга ровная то есть она не сужается внутрь мы добились того что хотели теперь нам нужно более оптимизировать изображение здесь как это сделать берем вот этот это получается листы книги выделяем ну ставим курсор над этой разверткой жмем l r 90 раз перемещаем вверх скейл мы можем сделать пошире по y с y сделали пошире и соответственно с этой l и скейл увеличим граб так окей теперь делаем new book ну и теперь естественно экспортиве layout ну вот у меня есть буквы и делаем его плюс 1 нажимаем плюс чтобы сделать версию еще одну экспортиве layout